Очки снимите Откуда прибыли? Из Сингапура. Спасибо. Паш, привет. Я прилетела. Слушай, девочкам скажи, пусть они им документы направят на почту. Я пока что посмотрю в машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Здравствуйте. Алло. Нет, нет, это автоответчик. Скорее всего, я сейчас на лекции. Поэтому, если у вас есть информация, оставьте ее после звукового сигнала. Ой, привет. У нас на работе Аврал. Шеф вызвал из командировки пораньше, так что я здесь. Добрый день. 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 Да что же вас муж-то не встретил? Алло. Здравствуйте. Нет, нет, это автоответчик. Скорее всего, я сейчас на лекции. Поэтому, если у вас есть информация, ставьте ее после звукового сигнала. Отлично. Просоединяйте. Доброе утро! Это правда? Да. Я сама не поверила, когда мне врач сказал. А уже третий месяц. Милая, я, я так счастлив. Повтори еще раз. Я так счастлив, мой котик. Я думал, никогда не стану же отцом. Мой ангел. Ты мой ангел. Лилечка, давай, собирайся, собирайся, давай. Не забудь телефон. Ну, больно. Давай, давай, вот это тоже. Давай, быстрее. Собирайся, собирайся. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Лиля. Иди, 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 иди. Ну, Поленька, ты же сказал, что она завтра прилетает. Ну, а а то прилетела сегодня. Давай быстрее. Чего ты там дрожишь-то? Ты ее боишься, что ли? Ну, мы же любим друг друга. Давай не сейчас это обсуждать. Я прошу, я позвоню тебе. Ну, ты ей теперь все скажешь, да? Скажу, скажу. Все, пока. Света, я сейчас тебе все объясню. Объясни. Ей хоть двадцать есть? Да, конечно. Значит, пятикурсница. Получается, что вел дипломную практику. И сам не заметил, как переспал со своей студенткой. Я прошу тебя, давай вот, давай без пошлости. И я, мы с Лилей, мы любим друг друга. Да. А еще теперь она подарит тебе ребенка. А ты свой геморрой и нервы. Боже мой, сколько, сколько в тебе яда. Свет, ты же знаешь, как я, как я хотел иметь детей. Как я мечтал об этом. Я тебе сразу сказала, что я не вижу себя матерью. Тем более с тобой. Ага. Вот как. Знаешь что? Да, ты? Ты просто не способна никого любить. Ты знаешь, ты вообще просто пустая, холодная, бестолковая баба. Что ты сказал? Женщина, которая не хочет иметь детей? В ней просто нет смысла. Это бессмысленная баба. Пошел вон из моей квартиры. Выметайся. Отлично. Отлично. Ледышка ты бездушная. Время. Время. Пошел вон. Время. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доктор, почему он молчит? Почему он молчит? Почему он молчит? Паш, Паш, мы можем перенести нашу встречу на пару часов? Мне нужно привести себя в порядок. Знаешь, когда я поняла, что не могу без него? Когда я лежала в общаге, одна болела воспалением легких. И он приезжал ко мне каждый день, отпаял бульоном и ставил мне уколы. Но ты же его не любила. Любовь. Что такое любовь? Химическая зависимость обусловлена эволюционными процессами. А тут человек, который рядом с тобой день и ночь. Друг, партнер. Боря дал мне чувство дома, семьи, стабильности. Чтобы Боря и предал, я была уверена, что скорее, скорее небо пойдет на землю, чем такое может быть. Ты скажи, ну вот почему ты молодая, красивая, никогда не хотела, чтобы кто-то появился, ну, кто выполняет не только роль няньки? Не знаю. Я настолько боялась остаться одна, что не думала об этом. И к тому же у меня было все, чтобы быть счастливой. И ты была счастлива? Конечно же нет. Кого я обманываю. Ну, зато теперь можно выдохнуть и начать жизнь по-новому. Я не готова к новым отношениям, Паш. Извини. Да, Ксюша, слушаю. Ну, конечно, могу перевести. Сколько нужно? Угу. Договорились. Дочь? Сколько ей уже? Семнадцать. Да что ж такое-то с интернатом? Извини, я на секунду. Семнадцать. Семнадцать лет. Вам всего семнадцать лет, а у ребенка практически нет шанса. Он не выживет. Я понимаю, что это очень тяжелое решение, но подумайте. Справитесь ли вы? Свет? Свет! Что случилось? Я в порядке, Паш. Правда, завтра я буду в норме. Обещаю. Так, значит, сегодня и завтра ты дома. Тебе надо отдохнуть. А на выходные поедем за город, я сниму коттедж. Павел Евгеньевич, как мне это понимать? Свет, мы с тобой друзья. Пока. Пока не захочешь сменить свой статус. Я беспокоюсь за тебя. Как друг. А если как друзья, то я не прочь пообнимать елки на выходных. Я правда в порядке. Свет, привет. Привет. А ты точно в Чингапуре была? Или на лошадях в Уребенске скрыкала. Так плохо выгляжу, да? Ну, вообще, да? Что ж случилось-то? Боря ушел. Стоп. Дышим 30 секунд. Ну и что? Просто взял и ушел, и ты его не остановила? Разойдитесь. Чего вы смотрите? Скорую вызывайте. Я вызываю, вызываю. Ну что, Светлана Викторовна, судя по данным обследования, у вас на редкость хорошее здоровье. А сердце так молодым на зависть. Думаю, это был обычный приступ межреберной невралгии. Или паническая атака. С этим вам лучше психиатру. Психиатру? То есть, по-вашему, я неадекватна? Ну что вы. Просто вы устали. Длительный стресс. Психика человека так же сильно изнашивается. Как и другие органы. У вас в последнее время не было сильных потрясений? Я рассталась с мужем. А как отнеслись дети к разводу? У вас есть дети? Спасибо за помощь. Пtw. Аккуратно. Аккуратно. Тихо. 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 Спасибо. Вам чем-то помочь? Я бы хотела поговорить с батюшкой. Батюшка сейчас занят. Немного подождите. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Мне было семнадцать лет, и я очень любила его. Он обещал, что мы поженимся, и я была счастлива, когда узнала, что ждут у него ребенка. А он испугался. Сказал, что молод и исчез. И мама заболела. Очень сильно заболела. Я знала, что она умирает, когда попала в роддом. Мальчик родился недоношенный, с порогом сердца. Мне его даже не показали. Он не задышал, его внесли в реанимацию. Сказали отказаться от него, не привыкать. Я тогда подумала, что не в идущих обоих, и маму, и сына, и отказалась. Своего ребенка отказалась. Я захожу в реанимацию, а там он лежит. Маленькие ручонки, красные, все в проводочках. Я думала, что смогу забыть, но не забыла. Он мне все снится, по ночам снится, как взрослый. Так о чем ты просить пришла, дочь моя? Если об искуплении греха, то простил тебя Господь уже. Молодая была неразумная. Видит, как маешься, покоя себе не находишь. А вы можете за него помолиться? Я не знаю, как это правильно называется, за упокой души. Нельзя. Нельзя молиться за живых, как за мертвых. Но мне же сказали, что он умер. Пути Господни неисповедимы. Быть может, с милостью велся Господь и оставил жизнь вашему сыну. Я была уверена, что он умер. Как же мне его найти? Ну, здесь я тебе не советчик. Но раз он тебе сюда тропинку указал, значит, и дальше поведет. Иди с Богом. Свет! Свет! Маша, что ты здесь делаешь? Я же предупреждала твою секретаршу, что я беру отгул. Мила мне сообщила, что произошло в фитнес-центре. Ты почему мне сразу не позвонила? Поэтому не позвонила. Я знала, что ты прям чишла. Так не пойдет. Сейчас поднимаемся к тебе наверх, собираем все твои вещи и едем за город. Никуда мы не едем. Вообще, я беру отпуск. Так, надолго? Насколько ты отпустишь? А могу я узнать, куда? Можешь. В родной город. Куда? В родной город. Мне нужно решить дела с квартирой и с родственниками. В общем, ничего необычного. Там и отдохну. Две недели хватит? Надеюсь. Надеюсь, что ты там умрешь от скуки без меня. Возможно. Возможно, мне будет не хватать твоего. Не спи, Света, думай, думай. Ладно, мне пора. Хочу завтра выехать пораньше. Конечно. Пока. Позвони, как доберешься. Позвони, как ты нам! Позвони. 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 Субтитры делал DimaTorzok Что у тебя роман с боссом, что вы собираетесь поехать вместе в отпуск, что он уже коттедж за городом снял. Расскажи, ну как у вас все завертелось, а? Да ничего не завертелось. И вряд ли завертится. То есть ты хочешь его за нос водить на отдыхе? Я еду в родной город. Одна. Подожди, ты хочешь променять отпуск с Павлом на ренессанс своих воспоминаний? Вот лучетная квартира. Присмотри за ней. И не забудь цветы поливать. Все, я помчалась. Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, мама. Давно не виделись. Семнадцать лет прошло. Да ты сама все знаешь. Зачем вернулась, знаешь. Если бы можно было повернуть время вспять. Как многое можно было бы вернуть. Болезнь твою научились лечить. И сын бы мой рядом со мной был. Прости, мама. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вы куда? А мне к директору спросить. У вас тут родственница? Нет, но мне нужно спросить. Всем спросить, узнать. А мне потом выговоры получать из-за вас. Вон телефон внутренний. Звоните в приемную. Записывайтесь, получайте разрешение. Тогда можно. Только нету сейчас заведующей. В отпуске она. Пусть не завтра будет. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Скажите, а как вас зовут? Ну, Мария Ивановна, и что? У меня Светлана. Мария Ивановна, я ж не просто так здесь. Мне действительно очень нужно поговорить с кем-то. Кто здесь давно работает? С акушеркой или врачом? Вы же всех здесь знаете. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Так это, Береза Анфиса Васильевна, акушерка наша. Она давно тут работает, лет двадцать уже. А как я ее могу найти? Ну, сегодня ее смена. У них сейчас обеденный перерыв. Столовая там наверху, там ее найдешь. Спасибо. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Мила, ты что здесь делаешь? Фу, ты напугал, а? Ну, здравствуй, изменник Родины. М? Такого тебе живется-то на вольных хлебах? Да вот зашел за вещами, думал, Света на работе. А Света того. Уехала к себе на малую Родину. Ну, там нервишки подлечить. Выглядит она как-то не очень. Угу. Что-то случилось? Да ничего не случилось. Строит из себя жертву, а сама? А сама со своим боссом, с Пашей. Ты как была стервой, так и осталась. Ну, я в отличие от тебя не притворялась никогда. Ну, что, Маш, сядешь? Сидишь рядышком? Подруга, говоришь? Да помню я эти роды. Девчоночка рожала, ей на вид и шестнадцать ты не дашь. Тяжело рожала. Восемь часов в безводный период. Мальчонку сразу в реанимацию отправили. Асфиксия. Ему кислород дают. У него сердце останавливается. Недоношенный же. А врач наш, Савва Игнатьевич, УЗИ сердца посмотрел и сказал, не жилец он. Тяжелый порог сердца. Я потом в реанимацию прибежала и спрашиваю, как мальчонка-то? А мне говорят, нет его. Помер. Да погоди ты. А оказалось, Савва Игнатьевич наш. Федеральный центр его отправил. Он договорился с кем-то. Ему там операцию сделали. Так выжил мальчик. Так кто ж его знает? Нам об этом не докладывают. А Савва этот, он сейчас работает здесь? Да нет, девочка. Уехал лет пять, как уехал. Начальник теперь. Анфиса, ты идешь? Сейчас. Спасибо вам. А подруге своей скажи, чтобы искала Савва Игнатьича. Савва Игнатьича. Продолжение следует... 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 Он может, он этот, ой, ветеринар. Господи. Ой. Ой. Тетя Зин, вы в следующий раз так вообще можете не встать при таких нагрузках. Вам надо лежать и лежать. Да не могу я лежать. Ты что ли вместо меня пойдешь больным детям белье менять, да полы мыть? Да нет, мне от своих здоровых идти некуда. Я? А чего, Свет? Сама видишь, ситуация безвыходная. Помочь надо? Ну я могу на машине до больницы довезти. Я знаю, как решить это. Клининговая компания. Чего? Ну, это у нас травматология. Ой, молодцы, девочки. Молодцы. Сколько ты им заплатила? Будем считать, что эта плата значит лек. Девочки, повнимательнее. Да я сама часто забываю об этом. Ну, наверху у нас инфекционная с боксами, там неврология, а вот это вот у нас терапевтическое отделение. А помните, я здесь лежала в детстве, когда ключи тут сломала. Вообще, с тех пор ничего не изменилось. Единственное, что здесь еще были рисунки с зайцами такие дурацкие, да? Ой, я же забыла Вере сказать, что девчонки вместо меня завтра поработают. Вероночка, Вероночка, мне уже все сказали. Не переживай, не переживай. Спасибо тебе. Тата. Все сказала, что они за меня поработают, пока у меня спина заклинила. Почему такая маленькая и без родителей? Ей же страшно без мамы. Некому к ней ходить. Ее вчера из города привезли. Мамаша оставила на автобусной остановке. Да. Ну что, полы намыты, пыль протерта, а белье наглажено. Ой, спасибо тебе, Света, выручила. А ты давай располагайся. У нас тут у одной сестрички день рождения. Банкет будет. Да мне нужно поработать. Мне из офиса документы прислали, но я за вами заеду. Да что, я инвалидка, что ли? Я на автобусе доеду. А ты давай отдыхай, отдыхай. Отлично. Просто замечательно. Телефон, ну зачем телефон составлять? Для слабаков это. Ага. О, господин полицейский, вы как раз мне нужны. Что случилось? Смотрите, меня умилец запер. Номер телефона не оставил. Вызывайте эвакуатор. Мне некогда. Так это же сейчас хозяин живет. Час, через час. Я спешу. Вызывайте эвакуатор. А, вы не местная. Ну что значит местная, не местная? Правила для всех одинаковые. Разве не так? Простите бога ради. Извините, я думал, я на секундочку, а сам закрутился там. Здравствуйте. Думал? Как там, моя Анечка? Получше. Состояние стабильное. Спасибо. Одно сплошное кумовство. А вот если человек спешит, допустим. Знаете, он вас испугался и не открывает. Смешно. О, открылся. Извините. Извините, вот так. Юрий Михайлович наверняка на свойственный вызов в больницу спешил. Вы сразу в эвакуатор. Штраф. Добрее надо быть гражданским. Добрее. Субтитры подогнал «Симон» Привет. Тетя Свет, пойдемте к нам. У меня сегодня день рождения. Папа такой вкусный торт не сплет. Правда, у меня для тебя подарка нет. Идем. А ничего. Вы завтра купите живую книжку. Что же это такое живая книжка? Это такая книжка, когда я открываю, что там всякие фигурки из картона и бумаги появляются. Дома, деревья, животные, рыцари. Будет тебе живая книжка. Привет. О, Свет, вовремя ты. Привет. Давай к нам. Ну, Семен, ты меня удивляешь. Раньше яичницу не мог стряпать, а теперь... Ну, папа может. Вот знакомься. Моя жена, Маша. Очень приятно. Поздравляю. Спасибо. Осенним немного о вас рассказывал. А я вот, видите, на пару часов вырвалась, чтобы Юльку поцеловать. Ты за сеанс, я могу. Это он перед вами фарсит. Володя, не гоняй, там кочка. А где вы работаете? А я работаю помощником директора нашего порта. И приходится сопровождать его в командировке. Маша у нас полиглот. Знает три языка, поэтому директор ее никуда не отпускает. Она и после родов почти сразу, через месяц на работу уже. Вот мне и пришлось стать кормящим папой. Так, у нас же напитки не только детские. Ну что, выпьешь, Свет? Ну-ка. Ну что? Так, Маш. За имениницу. Расти большой и здоровой. Ура, ура, ура. Ура. Лова, смотри, куда едешь. Ловка. А помнишь, как мы в детстве на тарзанке катались? Как такое забудешь? Ты меня привязала к этой тонкой веревке, толкнулся обрыва, она не выдержала. Я вот сломала ключицу. Сеня. Было дело. Я потом долго от твоей мамы по чердакам скрывался. Рука-то у нее тяжелая была. О, все, родные. Машина приехала. Я помчала? Так, ладно, Юль, давай ко мне. Иди-иди. Давай, целуй маму. Я скоро вернусь. Не заходите в гости, я гуся приготовлю. Обязательно. Ну, пока-пока, до свидания. Света, а ты че не спишь-то? Да, начальник прислал бумаги, попросил глянуть. Придется в Москву поехать на пару дней. Важную встречу. Угу. А как ваша спина, тетя Дина? Ой, тут заживает все, как на собаке. Тетя Дина, а вы знаете Савва Игнатьича? Он работал в местном роддоме. Савва-то, ну, конечно, знаю. Это сын, Настасья Ферапонтова, с молокозавода. А на что он тебе? Да, меня попросили его найти. Так уехал он. Его в федеральный областной центр позвали, он поехал. Сейчас большим начальником стал. А можно через эту Настасью узнать про одного ребенка? Его как раз оперировали в этом центре, правда, много лет назад. Не знаю, не знаю. К Настасье сейчас на Кривой Казе не подъедешь. Слишком гордая стала. Сын-то начальник. Слушай, Света, ты ложись давай. Ты сама говорила, у тебя режим, а какое здоровье без сна-то, а? Кто там? Свет, это я, Семен. Сеня, что случилось? У Юльки температура поднялась, живот сильно болит. Вот скорая приехала, хотят ее в больницу забирать. Подозрение на аппендицит. Господи, чем я могу помочь? Да Маша приезжает только послезавтра. Я тоже не могу, у меня младшего не с кем оставить. Свет, ты не можешь на пару дней лечь с Юлей в больницу? Она очень врачей боится, плачет, не хочет без меня ехать. Выручи, пожалуйста. Да, конечно, не вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. А, это вы? А вы мать? Нет, я тетя, мать в отъезде. Понятно. Какие жалобы? Живот болит, температура. Ага. Ну что, котик, болит твой животик? Я не котик, я Юля. Ох ты, Юля. А я Юра. Юля, Юра. Юра, Юля. Вижу, опять стихи получились. УЗИ в мышечной полости и клинической крови. Что-то серьезное? Анализы покажут. До свидания. До свидания. Когда корабль приблизился к берегу, все сразу поняли, что такое иллюминация. На всех домах и башнях, на прибрежных скалах, на вершинах деревьев, всюду светились фонарики. Красный, зеленый, желтый, синий. Тихо, 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 тихо. Положите ребенка на место и выйдите из палаты. Быстро! Мама! С ума сошли! Кто может решил заходить в чужую палату? Сейчас нянечка освободится и успокоит ребенка. А что если у вашей девочки ротовирус? Перезаражать ему тут всю больницу? Какой ротовирус? Он просто переел торт на дне рождения. И вообще, почему вы со мной разговариваете таким тоном? Что ведете себя, как фифа избалованная. Фифа избалованная считает, что детей нельзя содержать в таких условиях. Посмотрите, какие стены, матрасы. Дети плачут. Дети вообще плачут. Особенно, когда их матери бросают. А вы, судя по номерам на вашем автомобиле, из Москвы, да? Вот, поезжайте в свою Москву и там налаживайте здравоохранение. А здесь я главврач, и я сам решаю, как не лечить своих больных. Понятно? Еще и главврач. Извините, а что с нашими анализами? Все хорошо. Завтра на выписку. А, чудесно. Иди ко мне. Давай-давай-давай. Ой, Светочка. Здрасте. Как там Юля? Да все чудесно. Завтра выписывают. Ой, а я ждала-ждала, волновалась. Ты же сегодня в Москву собиралась. Как же, думаю, поедешь, не спамши. А я никуда не еду. Я остаюсь. Вот радость-то. Вот и правильно. Здоровье-то важнее. Да, есть незаконченные дела. Здоровье-то важнее. Здрасте, Юрий Михайлович. Здрасте, Юрий Михайлович. Ох, что-то вы зачастили. Месяца не прошло с последнего вашего визита. Да, и фактически ни одного из нарушений не было исправлено. Послушайте, а как я, по-вашему, за месяц расширил эвакуационные проходы? Это не единственный ваш промах. Сережа, дописал? Здрасте. Здрасте. Ну и сколько вам Калугин заплатил? Вы о чем? Здрасте, Юрий Михайлович. Здрасте. Послушайте, вот закроете вы больницу, заболеет у вас ребенок. Куда вы его повезете? К Калугину? Здрасте. Я, Юрий Михайлович, слава богу, не женат. И детей у меня нет. Да. Ну что, Юрий Михайлович, получил от меня сюрприз? Мой тебе совет, перестань рыбаться, а то сгорит твоя больничка, а ты сядешь. Здравствуйте. Здрасте. Вы ко мне? Да. По какому вопросу? По личному. Я по личным вопросам сегодня не принимаю. Оля, принеси, пожалуйста, все документы по пожарной безопасности. Юрий Михайлович, я много думала этой ночью над вашими словами. Я знаю, что можно сделать. Я хочу устроиться в больницу как волонтер. И буду ухаживать за детьми, которые остались без попечительства родителей. Послушайте, что вы глупости болтаете? Вы будете детям подгузники менять с этим маникюром за пять тысяч рублей? Ну, во-первых, цену вы преувеличили. Во-вторых, я уверена, что вы считаете, что вы тут в провинции весь такой из себя герой. А мы там в столице, жир убесимся. Еще скажите, что меня папик содержит. Вы наверняка всех красивых женщин считаете содержанками и окружаете себя простушками. Послушайте, я сейчас, правда, у меня времени нет с вами разговаривать. Юра, я соскучилась. Здрасте. Юрий Михайлович, вот документы вы просили. А это кто? Сумасшедшая какая-то из Москвы. Волонтером хочет к нам устроиться. Да ты напряжен. Сейчас мы это исправим. Так, слушай, у меня времени нет совершенно. Надо сначала обход сделать, потом... Потом надо к бабушке Илюше заехать, посмотреть, как он там. Так. Все. Так. Все, побежал. Привет. Простите бога ради, опять я вас запер. Возьмите меня на испытательный срок. Послушайте, ну, как же я вас возьму, я вас совсем не знаю. Ну, кто вы и кем работаете? Я руководитель проектов в международном отделе издательского дома. Ничем не болею, не привлекалась. В психдиспансере тоже не состою. Замечательно. А дети у вас есть? Опыт волонтерской работы? Детей нет. Опыта тоже. Ну, вот видите. У моего брата трое детей. Целый детский сад. И я много ему помогала. Почему-то я испытываю к вам чувство вины. Надо его как-то загладить. Ну, хорошо. Приходите завтра ко мне в кабинет. Поговорим. Господи, Боря, что ты тут делаешь? Я документы о разводе направила в ЗАГС. Света, подожди. Давай поговорим. Я тут был в нашей квартире и, знаешь, я понял одну вещь. Мне плохо без тебя. Тебе без меня. Я вон и вещи уже обратно перевез. Скал, в нашей квартире. Прости. Конечно, в твоей. Просто... Просто мне плохо. Кризис, понимаешь, депрессия. А твоя девушка, как в визуале там, Алла, она все, закончилась? Лиля. Да, мы расстались. Это была ошибка. А ребенок тоже была ошибка? Да нет, почему? Ребенок будет. Просто это не повод для совместной жизни. Я не люблю ее. Не повод. А алименты ребенку буду платить я из своего кармана, правильно? Слушай, ты знаешь, я так и знала, что именно так все произойдет. Ты смекнешь, что с молодой женой и ребенком тебе невыгодно. И вернешься туда, где тебе комфортно и сытно. Браво, молодец. Только когда ты все потеряешь, ты вернешься ко мне. Что же я потеряю? Ты знаешь, я тут был же на твоей квартире. И встретил там Милу, которая рылась в твоем письменном столе. Так вот, ей передали твой проект, а она искала какую-то документацию. Мила? Да. Мила. Твоя лучшая подруга. А я, можно сказать, единственный человек, которому мне все равно. И который всегда тебя поддержит. Ведь так уже было. Поэтому я буду ждать тебя в нашей квартире. Пока. Мила, привет, дорогая. Свет, привет. Ты как? Ты когда вернешься? А ты ничего не хочешь мне сказать? Алло, я на корпоративе, тут плохо слышно. Я думала, что тебе можно доверять. Алло, подожди. Что говоришь? А зачем ты рылась в моем столе? Вот козел, а? А я искала документы по проекту, которые мне передали, когда ты уехала. Послушай, подруга, этот проект мой, и его веду я. Я скоро приеду и во всем разберусь. Ясно? Что? Что ты говоришь, я плохо слышу. Я смотрю, вы меня преследуете. Юрий Михайлович, я вообще-то здесь живу. Вы тоже? Да нет. Я на вызове был. А вы домой, в Москву? Да, на пару дней в Москву. Твое часа назад умоляли меня взять вас на работу в больницу, а теперь у вас неотложные дела в Москве. Вы знаете, вы в следующий раз, когда захотите детям помогать, лучше деньгами. Твое часа назад умоляли меня. Света? Привет. Я по делу. Чего так строго? Проходи. Привет. Чего за свет? Спаси меня. От кого? От супа. Он невкусный. Юлька, ешь давай. Вот не успел обед нормальный приготовить. Суп из концентрата, пельмени из морозильника. Вова, не трогай малую. Ну, ничего, пришло. Семен, а давай башь на башь. Я готовлю вам нормальный обед и ужин, а ты мне рассказываешь все об уходе за детьми. Тебе зачем? Подожди, ты что, рожать собралась? Конечно. Прямо сейчас. Я устроилась в больницу волонтером. Но врала, что много ухаживал за детьми. На самом деле, мне очень нужен человек с реальным опытом. Так, понятно. Ну, тогда вот, бери фартук на гвоздике и начинай готовить. А я тебе теорию расскажу. Практикой и позже займемся. Практикой? А как ты хотела. Ты мне и памперс поменяешь, и рыдающую племянницу искупаешь, и Вовку спать уложишь. Вова! Вова! Вова, я кому сказал, не трогай ее! Так, что у нас тут есть? Тишина, священное время родителей. Ты Юльку хорошо укатала. Она обычно без капризов не засыпает. Ну, это понятно. По матери тоскует. Вот концерт и устраивает. А как так получилось, что работает Маша, а не ты? Ну, а сколько я в ветеринарной клинике получил? Немного. Да и Маша не особо любит с маленькими детьми возиться. Она, когда младше и забеременела, так и сказала, рожаю, если ты сидишь с детьми, а я сразу на работу. Ты согласилась? Почему нет? Я-то наоборот люблю с маленькими сидеть. Так что ты рожай скорей, а кому о них заботиться, мы найдем. Свет, я чего-то не то сказал? Ляпнул чего-то? Да, ну, я понимаю, наверное, у тебя какие-то свои причины. Нет детей, тоже хорошо. С другой стороны, денег меньше тратить надо, да? Извини. Все в порядке, Синь. Пойду-ка я домой. Что-то я так устала сегодня. Света, спасибо тебе большое. Правда помогла. И тебе спасибо. О, Света, это ты, что ли? А вы еще кого-то ждете, Тетя? Да нет. Для тебя новости есть. Ты голодная? Нет, я усилю нужную, спасибо. Ну, тогда слушай. Ой, поговорила Настасья со своим сыном. С Савкой-то, ну, акушером. Ну, он вспомнил того мальчика? Да вспомнить-то вспомнил, только ничего не говорит. Говорит только, что послал его на операцию и больше ничего не знает. И потом времени столько прошло. Мне бы только знать, жив он или нет. Подруга очень страдает. А что за подруга-то? Да, мы вместе в роддоме лежали. Сдружились как-то. И потом она тоже в Москву уехала. Тяжело тебе пришлось, Света. Вначале ребенка потеряла, потом мать. Но ты молодец, выставила. Поднялась. Только вы нас и поддерживали. Да, я вас всегда помню. Хороший человек была твоя мама, только несчастная. Ну да. А что душу воротить? Ты... Ты иди спать, дочка. Хороший человек. ПОДПИСthought. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИРИЧЕН manifestations Смотри-ка, какой пингвин классный. Смотри, смотри, смотри. Здравствуйте. А я как раз Катюшу ищу. Вы кто? Я волонтер. Я занимаюсь здесь детьми, которые лечатся без родителей. А мне нужно отвезти Катюшу на УЗИ. А я сама ее отведу. Знаете, где это? Конечно. Хорошо, я буду вас там ждать. Ну что, пошли на УЗИ. Проходите, проходите, проходите. Тетя Дин, а что, денег на больницу вообще не выделяют? Так все же на ремонт уходят. Вон окна в палатах заменили, только вот сестринской еще нет. Игрушки из дома приносим. А Юрий Михайлович до своей деньги почти каждый день раскраски покупает. Ну разве на них вон напасешься? Аккуратней там. Послушайте, я вам несколько раз уже об этом говорил. Ну у меня, да, у меня кровати все старые, и они ломаются у меня под больными просто. Присядь. У меня матрасы тоже старые, грязные все, ну надо менять. И, да, да, я понял, хорошо. И, и на том спасибо, да. До свидания. Здрасте. Юрий Михайлович, вот список всего того, что требует замены по отделению терапии в больнице. Список. Стол пеленальный. Конечно, нужен. Столик для кормления. Весы электронные для детей до года. Прекрасно. Да, это все нам нужно. Шведская стенка. И что мне делать с этим вашим списком? В рамочку его и на стенку повесить? Вы это утвердите. А я найду спонсоров. У меня есть состоятельные друзья. Знаешь, все-таки есть. Я вот за всю свою жизнь так и не приобрел состоятельных друзей. Честно говоря, так и до конца и не понимаю, почему так полюбилась наша больница. Но если вы вдруг найдете для нас спонсоров, я поверю в Деда Мороза. А вот это мои документы. Возьмете? Хорошо, давайте ваши документы. Юрий Михайлович, вы же вроде работали в федеральном центре. Да, работал, но очень давно. А что? А вот вообще реально узнать сведения о пациенте федерального центра? Нет, нереально. Все сведения – это медицинская тайна. Ну, вы же там работали, у вас наверняка остались какие-то связи. Это будет очень дорого стоить. Сколько? Чашку кофе. Может быть, вы хотите что-то еще? А я не откажусь от десерта. А, десерт? Да. Здесь замечательный десерт. Простите, можно ваш сметанник? Конечно. Вы на меня так смотрите, Юрий Михайлович, сломанное рентгеном просвечиваете. А вы, Светлана, для меня просто какая-то женщина-загадка. Но ведь это прекрасно, когда в женщине есть загадка. Ну, в общем, да. Но все-таки, мне кажется, я чуть-чуть вас раскусил. Вы же не просто так приехали к нам сюда из Москвы. То есть, просто в добрые человеческие порывы вы не верите? Да нет, верю, конечно. Но не всегда. Ну, так что, вы расскажете мне правду? Вы знаете, дело в том, что у меня есть подруга, которая, так же, как и я, родом из этого города. И много лет назад она отказалась от ребенка с патологией. Она знает, что его оперировали в федеральном центре и сейчас хочет узнать, как он. Вы знаете, Светлана, я бы таким женщинам, которые отказались от своих детей, а потом через много лет заламывают руки, выдавал бы паспорт с печатью позор. Игорь Михайлович, вы очень жестокий человек. Она была очень молода. Мы вместе с ней мультики смотрели. А сейчас ей говорят, что ваш ребенок умрет. Откажитесь. Скажите, разве так можно? Не знаю. Можно быть. О, да у вас тут практически ужин. Твоя знакомая-незнакомка не будет против, я к вам присоединюсь. Скажите, а это правда, что вы к нам из Москвы в провинцию приехали, чтобы детям подгузники менять? Это у вас так модно там? Тренд на благотворительность. Откровительность? Конечно. А еще и ролики для интернета снимаю. И в самом деле, Юрий Михайлович, к чему вам нужны состоятельные друзья, когда рядом есть настолько умные женщины? Согласна. До свидания. До свидания. Ваш десерт, пожалуйста. Сметанник. Мой любимый. Привет. А так вот, значит, ты к экзаменам готовишься, да? Да просто интересный сериал с точки зрения медицины и все Понятно Ты голодный? Да нет, поел в кафе Ага, с Ольгой Да, видел вас, когда мы мимо проходили с пацанами Она еще делала селфи на фоне кактуса, да? Да, блин, мы угорали, зачем? Тема, а можно не отпускать шуточки в адрес Ольги? Даже если она тебе не нравится Ну это просто некрасиво Прости, ну просто она тебе реально не подходит А скажите, пожалуйста, доктор, кто мне подходит? Пап, ты ведь сам меня учил? Здоровый пациент Это пациент, который улыбается Вот, когда ты будешь вот так же, как сейчас, улыбаться, все сразу будет Может тебе не на хирурга, может тебе на психолога пойти, а? Не, пап, я буду пластическим хирургом Буду делать женщинам губы и носы и, кстати, зарабатывать большие деньги Сынник, к экзамену готовься Так точно Ладно, отставить Пошли чай сосунь пить Ого! Привет! А, я думаю, что в провинции в это время уже спят Паш, привет. Извини, что так поздно. Наболела. Что случилось? Это правда, что Милле отдали мой проект? А, да. Да, гендиректор настоял. Она его уболтала, походу. Подставил тебя и меня. Нет, ну если ты вернешься, можем все переиграть, так что не задерживайся. Скоро приеду. Я еще хотела спросить. Тут местная детская больница. Здесь прекрасный главврач и собрал замечательную команду врачей. Но беда с финансированием. Нужны ренальные столики, подгузники, матрасы, кровати. Слушай, ты не мог бы организовать все это в рамках спонсорской программы? Ну, в районе миллиона смогу. А есть список необходимых вещей? Да, я вышла на почту. Спасибо тебе, Паш, большое. Я буду тебе очень обязана. Ну, я тебя за язык не тянул. Возвращайся. Я соскучился. Спасибо. Ты лучший. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok А вот это сколько стоит? Тысяча. Так, сейчас. У меня семьсот пятьдесят. Давай, сколько есть. Держи. Я вижу, продажи у тебя так себе идут, да? Да, сейчас помогу. Граждане, не проходите мимо. Инопланетные пейзажи. Впервые в нашей солнечной системе. Девушка, талант, не проходите мимо. Парень, я тебя не просила здесь цирк устраивать. Я просто помочь хотел. Вот что такое. Так, что это здесь за незаконное предпринимательство? Что, на улице искусством нельзя наниматься или что? Хочешь за искусство поговорить? Я тебя могу это устроить. КПЗ. Идет? Все, все. Я ухожу. Собирай свои манатки, чтоб через минуту я тебя здесь не видел. Давай, помогу. Отвали. Это все из-за тебя. Разорался тоже. Прости, я не знал, что нельзя. Но ты очень классно рисуешь. Учишься где-то, да? Че тебе от меня надо? Да ничего, я просто помочь хотел. Давай баул помогут донести. Сама справлюсь. Меня Артем зовут. Вали отсюда, Артем. Хорошо. Спасибо за картину. Спасибо. Вам не понравилось блюдо? Нет, что вы. Просто нет настроения. А можно счет, пожалуйста? Да, конечно. Наличными или карты? По карте. Хорошо. Здравствуйте, Светлана. Где же еще могут встретиться две красивые девушки? Светка! Теплова! Вообще, обвините меня, Семир, да что здесь делаешь? Мы тебя потеряли. Даже в соцсетях не смогли найти, а она здесь обедает. Да я давно с Меридова. Я здесь в отпуске ненадолго. Как рада тебя видеть, Ир. Все, обедаешь с нами. Ой, это ж моя одноклассница, Светка Теплова. Да ты что? Давай к нам. Нет, нет, я очень тороплюсь на встрече, но в следующий раз обязательно посидим и пополтаем. Только обязательно. Все наши умрут. Так, мы вечеринку организуем, потому что мы про тебя ничего не знаем. Ваш счет, пожалуйста. Подумать только Светка Теплова. Выглядишь класс. Рада была тебя видеть, и я тебя. Пока-пока. Пока. Алло, Игорь, ты еще не уехал? Так, внимательнее сейчас смотри, кто из ресторана выйдет. Ага, и через полу прибери на всякий случай. Тебя ждет сюрприз. Светка Теплова Слушайте, вы тут совсем все с ума посходили, а? Света, Теплова! Ну, привет, что ли? Убери машину. Юля, сообщите мне, когда она отойдет до наркоза. Хорошо. Юрий Михайлович! Да! Юрий Михайлович, там кровати привезли. Какие кровати? Ну, кровати. Целую машину разгружают. Кровати в больницу. Целую машину. Хорошо, поднимся, посмотрим. Света, сколько мы с тобой не виделись? С самого выпускного. Ты хотела сказать с того дня, как ты меня предал? Мы же были совсем детьми. И что я понимал в 17 лет? Ты даже не представляешь, через что я прошла. Как я вообще выжила. Ты даже ни разу не позвонил. Не спросил, как я. Представляю, как тебе было трудно. Я тоже потерял мать и отца, но справился. А помнишь, как мы с тобой мечтали, что когда-нибудь завоюем этот мир? Завоевал? Ну, не весь, но кое-какие успехи есть. Я же башковитый. Помнишь, как математичка говорила? Игарок, учи математику. Я учил. А ты все такой же. Говоришь все только про себя и про себя. Я знал бы ты, как я тебя ненавидела. Увидеть была готова. А сейчас смотрю на тебя и думаю, что я в тебе нашла. А ты изменилась. Раньше Мила мне улыбалась, что бы я ни нес, какую пургу. А сейчас красавица, уверенная в себе. Все-таки Москва меняет людей. Да это не Москва. Мне пора. Постой. Я думал, мы проведем вечер вместе. Не вижу смысла. Неожиданно. Да, Юрий Михайлович. Светлана, а вы сейчас далеко? Еду в больницу. Юрий Михайлович. Юрий Михайлович. Юрий, что случилось? А вы не знаете, что случилось. Вот. Ой, уже привезли. Как здорово, как я рада. Светлана, спасибо вам огромное. Я, честно говоря, не ожидал, что вы будете помнить про ваши обещания. И спасибо. И еще, ваш друг просил вас дождаться и не уходить. Друг? Какой друг? Давайте четыре номера на кровати сразу. Это я. Это я. Павел Евгеньевич, что ты здесь делаешь? Как ты сюда добрался? Обыкновенно. До Анапы на самолете, потом на такси. Вот в местной компании купил детское приданное. Ну, и потом решил, почему бы мне на море не махнуть. Заодно посмотрю, все ли доставили. Ну, и захотелось взглянуть, кто же это наша Светлана Викторовна из Москвы переманил. Ну, я тут ни при чем. Павел Евгеньевич, я даже не знаю, что говорить в таких случаях. Я... Да ну, а чего? Нет, правда, я вам очень благодарен. Знаете что, можно я вас приглашу сегодня вечером в ресторан? А Светлана приглашена? Ну, конечно. Конечно. Но мы не против? Нет. Давайте так, сегодня в восемь вечера в ресторане Белиссим. Договорились? Я вас буду ждать. Спасибо. За вечер. Спасибо. Не уделишь мне минутку? Юра, я должна с тобой поговорить. Оль, времени нет, потом поговорим. Почему ты берешь на работу всяких аферистов? Ты о ком? Я о твоей московской подружке, как и о Светлане. Что она здесь делает, а? Послушай, перестань. Ты прекрасно знаешь, что она тут делает? Она работает волонтером. Людей у нас не хватает. И потом она нам спонсора нашла. Юрочка, ты наивен как ребенок. Ты не думал, что ее могли подослать? Она, между прочим, одноклассница Калугина. Я их видела вместе. Ну и что с того, что она одноклассница Калугина? Она тут родилась, она местная. И потом зачем Калугину ее ко мне подсылать? Потому что Калугин знает, что ты не позволишь закрыть больницу. Единственный выход, чтобы тебя отстранили. Вот тут и нужна женщина. Чтобы документы какие-нибудь найти, либо наркотики подсыпать, да все что угодно. Господи, чушь какая. Чушь просто. Светлана искренне пытается нам помочь. Искренне. Вон, кровати привезли. И вообще, я ее чувствую. Ах, ты ее уже чувствуешь. Послушай, ну не придирайся к словам, а? Кстати, мы сегодня вечером ужинаем вместе с ней и с ее московским спонсором. И я уверен, что ты изменишь к ней свое отношение. Да-да, и полюблю как родную. Наивен как ребенок. Может, все-таки объяснишь, что все это значит? Как ты оказалась в этой больнице? Все просто. Пока решаются вопросы, устроилась в больницу волонтером. Ухаживаю за детьми, которые остались без родителей. Ты за детьми? Поверить не могу. Да, я. И знаешь, очень счастлива. Кстати, спасибо, что помог в больнице. О чем ты говоришь? Я же это сделал ради тебя. Тебе же это важно. Все равно я тебя не понимаю. Потом поговорим. Паша, мне пора. Спасибо. Смотри, какая машинка. Как она делает? Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Да? Ну-ка, ну, закройся. Смотри, какая. Би-би-ка. Свет, ты поменьше бы нянчилась с девчонкой-то. Прикипит, потом от сердца не оторвешь. Это моя работа. Лучшая работа на Свете. Что там у тебя? Карманы покажи. Я говорю, карманы покажи. Папа! Папа! С ума сошел? У него печень больная. Прости, я не знал, что это твой папа. Тихо-тихо-тихо. Слушай, ты не думай так про отца. Он хороший. Просто когда выпьет, воспитывать начинает. Он учителем истории в школе был. Когда мама умерла, не выдержал. Пить начал. Мама, мама давно? Два года как. Я тоже с отцом живу. Матери нет. Тоже умерла? Аккуратней. Не дрова везете. Нет. Я ловерды все-таки скажу. На самом деле, друзья, я хочу выпить за Свету. Благодаря ей я стал совсем другим человеком. Ну, немножко лучше, чем был до того, как стал помогать детской больнице. Свет, за тебя. Павел Евгеньевич, а вы когда в Москву? Завтра. А что? Боишься, что увезу с собой Свету? Ну, немного. Уже начал привыкать к необычным женщинам. А Юрочка, ой, нам пора домой. Завтра рано вставать. На работу. Действительно, уже поздно. Поехали. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо вам. Я скучал. Нет, правда. Я вообще не понимаю, что со мной в последнее время происходит. Вот вижу тебя и теряю последние остатки благоразумия. Свет, пойдем сейчас ко мне. Сколько можно делать вид, что тебе все равно? Паша, ты же знаешь, роль любовницы не для меня. Хочешь, я разведусь. Если я буду знать, что у меня есть шанс, завтра же пойду в ЗАГС. Хочешь поговорить об этом прямо сейчас? А когда? Когда? Или что? Доктор уже занял вакантное место. Не неси чушь. Ты пьян. Я видел, как он на тебя смотрит. Ты слишком много выпил. Давай поговорим завтра. Спасибо, что приехал. Спокойной ночи. Светочка, а что так поздно? Случилось что? Нет, все нормально. Знаете, кого сегодня встретила? Калугина. Игоря? Так это же твоя первая любовь. А он у нас в городе теперь главный бизнесмен. Он же с мэром дружит, офисы, дороги строит и даже ресторанами владеет. Ой, ты его так любила, я помню. Любила. Только это было в прошлой жизни. Меня завтра везде не будет. Я еду в кардиологический центр. По поводу ребенка узнавать. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я не понял. Ты где был? Привет, пап. До Киру провожал. Что за Кира? Ты на часы смотрел? А, да. Что там? Что там? Три часа ночи. Чего там? Ой, слушай, пап, ну не увидел. Извини, что там. Извини. А ты позвонить можешь мне? Слушай, пап, давай, что ты начинаешь? Ты на работе был, я тебе не хотел мешать. И тем более я уже взрослый сам решаю, когда мне приходить. Взрослый. Ты сначала школу закончи. Взрослый. Так, а Кира это кто? Кира. Ну, Кира это лучшая девушка на свете. Извините, не подскажете, где здесь архив? Пройдете по коридору налево и до конца. Спасибо. Каждый раз мы будем бегать и искать. Здравствуйте. Я вас слушаю. Мне сказали, что с моим запросом нужно в архив. 17 лет назад в ваш центр поступил мальчик с тяжелым диагнозом. Мне нужно получить его историю болезни. Вы мой родственница? Вы мой родственница? Не совсем. Родственница моя подруга. Она сейчас тяжело болеет. Я знаю, что так не положено. Но мне просто нужно знать, была удачно проведена операция или нет. Артем Теплов, 2005 года рождения. Родственники. Формально он сирота. Значит, подруга отказалась от ребенка, теперь грехи замаливает? Никакого дела я вам не дам. И деньги ваши заберите. Пожалуйста. Я дам столько денег, сколько нужно. 30, 40, 50, 100. Скажите, сколько? Мне только знать, жив он или нет. Это ведь твой ребенок, да? Вот только врать про подругу не надо. Ой. Что ж так поздно? 17 лет прошло. Отпуск на работе не давали. Мне сказали, что он умер. Что нет никаких шансов. Пиши. Пиши. Год, месяц, имя. Вот. Артем Викторович Теплов. 20 июня 2005 года рождения. Так. Состояние тяжелое. Диагноз ВПС. Врожденный порог. Сердце комбинированный. Так. Двойное отхождение магистральных сосудов от первого желудочка. ДНП. Проведено две операции. Успешно. Без осложнения. Консервативное лечение назначено. Так, а вот выписка. Выписан Краснодарский край. Пиши. Краснодарский край, город Кольчугино. Улица Октябрьская. 18, строение Б. Только. Вряд ли там тебе что-то скажут. Его или восстановили, или отправили после пяти лет в детский дом. Или... Или умер, вы хотели сказать. Было ли, что я хотела. Если с таким диагнозом выжил, значит, должен жить. Врач, который его оперировал, золотые руки. Знаешь, как под таких говорят? Богом поцелова. ГОВОНО фонарист весна, оه. Богом поцелова. Богом поцелова. Богом поцелова. Богом поцелов. Богом поцелова. КОНЕЦ Что, милая? Мало есть, да? Сын или дочь? Ну, да. Да ты не убивайся так. Вылечат. Я не убиваюсь. Мой сын жив, понимаете? Жив. Понимаю. Понимаю, дочка. Вот тебе красавица. Возьми. Это я своей старухе собирал. Все будет хорошо. Спасибо. Все будет хорошо. Анна, что случилось? Ой, да ты ж не знаешь. Ребенок пропал из терапии. Еще утром. Господи. Юрий Михайлович, кто пропал? Миронов. Ваня пропал. Это такой темненький, да? Да, да, да. Ага. Родителям звонили? Да какие родители? Название одно. Не просыхают. А полиция что говорит? Полиция посмотрела камеру видеонаблюдения. Никто из больницы не выходил. Светлана, может вы знаете? Может у него какой-то конфликт был с ребятами? Посорился с кем-то? Нет. Я ничего такого не помню. Вы все помещения смотрели? Ну все, вроде бы все. А вы смотрели старую заброшенную дворную скую? Я здесь когда в детстве лежала с ключицей, мы там все время с ребятами прятались. Туда просто вообще никто не заходил. Точно. Аккуратней. Ваня! Ваня! Так. Вот сюда. Давайте руку. Аккуратней голова. Ваня! Ваня! Вань! Ваня! Слышите, он там. Держите, пожалуйста. Ваня! Руки, ноги целы? Да. Чего не болит? Нет. Ты не замерз? Немного. Ты чего туда полез? Я больше так не буду. Я хотел храбрость проверить. Проверил? Да. Я решил в кладовку залезть, а кровати обрушились. Я дверь открывал, а она закрыта. Ладно. Пойдемте. Аккуратней. Чайку попьем. С мятой. Успокаивает. В жизни так не волновалась. Аж руки дрожат. А мне еще сегодня уходилось ехать. А мне показалось и само спокойствие. Я даже позавидовал. Правда? А я на вас смотрела и думала, какое самообладание. Вы не видели, что у меня глаз трясется? Вкусный чай. Но мне пора. Я вас подвезу. Нет, нет. Что вы? Я сама доеду. Спасибо. Нет. Ну, если у вас свидание, то, конечно, не надо. Почему же сразу свидание? Ну, вы просто сегодня какая-то другая. Ощущение, что лампочка изнутри дожглась. Может быть, вы и правы. Кстати, меня сегодня до конца дня не будут. Давайте я вас все-таки провожу. Вы дорогу-то знаете? Забью в навигатор. Доберусь как-нибудь. Навигатор. Ну, подождите. Вот. А вы говорите, навигатор. А вдруг связь пропадет? Только вы мне ее, пожалуйста, обязательно верните. Я без нее, как без рук. Юра, ну, обещаю. Юра, а я тебя везде ищу. Я слышала про Ваню. Ты у меня настоящий герой. Спасибо за карту. Да не на что. А что это от тебя надо? Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Синоптики обещают нам солнечную неделю. И мы наслаждаемся жизнью под хорошую музыку. Прямо. Одну тысячу пятьсот метров. Цепи мыслей, сеть желаний. Недосказанность признаний. Холодеют пальцы в шаге от тебя. Потеряна связь со спутником. Я вручаю свое сердце. Ты легко в свое захлопнешь сердцу. Подсознание вызывает МЧС. А вот здесь вот шведскую стеночку приделаем. А? Юрий Михайлович, у нас травматологическое отделение не пополнится? Не пополнится. Мы вот тут маты положим. Юрий Михайлович, какие маты? Юрий Михайлович, беда. Горим. Как горим? Да не знаю как. Из вентиляции дымом тянет. Я была у ребятишек на первом. Чую гарь. Из подвала, что ли, не пойму. Так это теплоизоляцию труп делали, рабочие. Разве они ж, наверное, окурки отставили? Витя, пожарных вызывай и детей поводи. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Горсалета? Нет. Ой. Да мы тут депутат же ждем. Заведующая в отпуске. Вот мы готовимся все. Вы по какому вопросу? А мне как раз к заведующей. По личному. А, так вы ребеночка взять хотите? Нет. Мне архив нужен. А за какой год? 2005. Подождите. Так тут три года назад. Сгорело все дотла. Ничего не уберегли. Ни бумажки, ни игрушки. Хорошо. Хоть деток успели вывести. Заведующая в голос рыдала. Сгорела дотла? Дотла. Но тут же перекрытия деревянные были. А ремонта лет сто как не было. Это-то здание уже новое построили. Тут теперь и коммуникации, и удобства все. И вообще вот детишкам тут как хорошо. Спасибо. Да не за что. Всего хорошего. О, Сава Игнатьевич. Доложили уже? Да, здорово. Привет. Тут сигнал о пожаре. Страдавших нет? Да нет, слава богу. Да какой там пожар? Так, к возгоранию в техническом помещении небольшое. Сразу потушили. Не скажи. У тебя время есть? Время есть. Пойдем кофейку побьем? Пойдем. Ну сейчас переоденусь. Давай. Уходите внутрь уже. Детей простудит. Пойдем. 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 Да нет, Сав. Ну какой-то поджог. Ну кому это надо? Юра, ты сам прекрасно знаешь кому. Мы с тобой дружим двадцать лет. Я готов защищать эту твою больницу до последнего. Этот Калугин, он такой настырный, наглый тип. Он наверняка использует этот пожар как повод для жалобы. Или раздует скандал в СМИ. Могли погибнуть люди. А вот откуда у людей-то берется, а? Ведь все же есть. И деньги, и здоровье. Живи не хочу. Денег много не бывает, Юра. Скоро состоится обсуждение плана городского строительства на будущий год. И вот там нам с тобой предстоит бой. Нам с тобой нужно хорошенько подумать, как защитить больницу. Будешь смеяться, я в кино всего два раза была. Этот третий. Да ладно, ты еще кино не любишь? Да не знаю, не до кино было, да и денег особо. Больше в компе смотрю. Блин, если бы не мой папа, я бы, наверное, жил в кинозале, ну правда. Достает тебя? Да нет, просто он говорит, надо задумываться о будущем, там, работать на перспективе, ну вот это все родители скачешь. Конфликт отцов и детей? Ну да, типа того. Это у нас любви. Так, сейчас, погоди. Ага. Не ответишь? А, да это отец. Пришел, наверное, домой, думает, где я шляюсь. Тогда обращай. А, нет, погоди, стой. Я должен сводить тебя на кофе. А, вон там есть одно убойное место. Лаван двора пробовала? Нет. Ну так пойдем, тебя угощу, пойдем там. Темка паршивится, трубку не берет, а? То ли еще будет. Да, вы раз. Слушай, как Машка твоя? Сколько ее сейчас? Машка. Машке двадцать два. Двадцать два года? Она замуж выходит. Что? Что? Кошмар. Ай, хотят квартиру покупать, не хотят с родителями жить. Ну? Ну ты ж поможешь как-то? Нет, сами, сами, в ипотеку. Юрочка. Привет. Привет, привет. Познакомьтесь, это Савва Геннадьевич, это Оля. Да. Очень приятно. А что с ним? Хорошо, понял. Да, конечно, буду, буду. Ильин заболел, она будет его заменить на ночной. Юрочка, вы, наверное, договаривались? Оль, ты как маленькая прям. Сав, спасибо тебе большое. Давай, дорогой. Побежал. Давай, давай. В пятницу же. Звоню. Ну что, Савва Геннадьевич, или как вас компанию составить? Савва Геннадьевич. Ну, кстати, к сожалению, нет времени. Очень многое делать. Делать. Да. Ой. Савва Геннадьевич. Да. Был крайне, крайне приятно. Игорь, что ты здесь делаешь? Между прочим, я тебя уже два часа жду. С чего такая роскошь? Раньше я мечтать не мог позволить себе такой букет. От тебя. Спасибо. Игорь, если честно, я настолько устала и хочу есть, что… Прокатимся, я тебе хочу кое-что показать. Прошу тебя. Удивительно. Ничего не изменилось. А помнишь, мы с тобой здесь впервые поцеловались? Смотри. Даже надпись сохранилась. Я думала, от прошлой жизни ничего не осталось. Ни людей, ни мест. Света, расскажи о себе. Я же о тебе ничего не знаю. Семья, дети, работа. Москва. Стой. Я забыл. Наш ритуал. Помнишь, как мы с тобой здесь сидели? Пили вино и целовались. Ты еще тогда загадал, что если мимо проплывет буксир, то мы с тобой никогда не расстанемся. И он проплыл. Узнаю. Вот теперь узнаю. Твой смех, моя прежняя Света. Моя, Света. Давай за встречу. А хочешь, я тебе все это подарю? Эту скамейку, берег, все это. Игорь, ты заболел. Тебя потянуло на поэзию. Никогда за тобой такого не замечало. Ты не поняла. Просто я взял вот участок в аренду на тридцать лет. Здесь хотели поставить какое-то кафе. Я запретил, поговорил с кем надо. Теперь это наше с тобой место. Да. А вот смотри. Одно твое слово, и оно твое. Ты ведешь себя, как купец в первой гильзе. Просто я жадный до жизни. Деньги — это не самоцель. Просто они помогают получить то, что хочешь. Но всего ты все равно не получишь. Ладно, мне пора. Постой. Я так просто тебя не отпущу. Опа! Здесь неподалеку мой ресторан. Ты же голодный, давай накормлю. Угощи молодым вином. Лучшее блюдо от шеф-повара. Владелец заводов, кафе и пароходов. Ладно, идем. Уж больно есть хочется. Аня. Как тебе мое заведение? Я, кстати, виноделье свое открыл. Пригласил хорошего специалиста из Европы. Оборудование закупили. Дорого, да. Зато теперь на бутылках мои инициалы. Странно, что ты еще золотые монеты со своим профилем начеканешь. Ну, живи это, живи это. Ну, что ты меня все уколоть хочешь, а? Зря так. Я ж про тебя все знаю. Я ж тоже, например, расскажи. Знаю, что муж тебя бросил. Что приехала ты сюда раны свои зализывать. Потрепала Москва, да? А ты хорошо осведомлен. Слушай, ну не строй ты себя недотрогу. Была Москва, да кончилась. Я, можно сказать, в городе первый человек. Спроси любого про Калугина! Шучу. Здесь любая девчонка за мной побежит. Да, кстати, помолажить тебя будут. Так что, Светик, ну хватит свою моську-то корчить, ну. Ты зови девчонок, а я лучше домой пойду. Света. Света. Постой. Ничего страшного, что ли. Вставай, герой. В школу опоздаешь. Ну, дай поспать. Давай, давай, давай. Вставай, вставай. У вас сегодня физкультура и... Информатика. Я устал, ничего не хочу. Ну, пойдешь охранником в магазин. О, да, да. Дешевая манипуляция. Все, пап. Так. Это что такое? Ты с ума сошел? Я тебя буду потом по кусочкам собирать, когда ты на бетон грохнешься. Да. Правильно Кира говорил. Обращаешься, ну, как с ребенком. Значит так, с сегодняшнего дня докладываешь мне, куда ты идешь и зачем. Понял? Понял. Так, давай, все, давай. Собирайся, собирайся. Опоздаешь. Да, и ты трубку бери, когда я звоню. Хорошо. Да, Паш, привет. Привет. Свет, ты еще помнишь, что у тебя есть я и работа? Скажи мне, ты вообще собираешься возвращаться? Да, я почти закончила свои дела. Ну и когда тебя ждать? Я же не просто так спрашиваю. Компания открывает новый филиал. Я хочу тебя рекомендовать. Решил соблазнить меня карьерными высотами? Слушай, ну не дури, Свет. Такой шанс выпадает один раз в жизни. Хорошо. Мне нужно подумать пару дней. Я тебе перезвоню. Вот бумаги по закупке медикаментов на второе полугодие. Отлично. Юра, у меня к тебе не очень хорошие новости. Что случилось? У этой твоей москвички, Светланы, очень теплые отношения с Калугиной. Оля, а петь ты за свое? Ну у меня есть факты. Не веришь? Смотри. Убедился? Я вчера их видела в ресторане. Теперь ты понимаешь, что ее появление, пожар, это все не случайно. Она подстилка к Калугину. Ну не может быть. Юра, раскрой глаза. Я вчера слышала, что Калугин опять поднял все свои связи. Он намерен признать больницу аварийной. Если у нас завтра случится пожар или прорвет трубу, это точно будет не случайно. Ну нет, этого не может быть. Это глупость какая-то. Я не про Калугину, я про Светлану. Ну, человек пришел к нам работать, сидит с детьми. И тут вдруг сам устраивает этот пожар. Ради чего? Ради этого упыря? Значит, он нехорошо заплатил. Ты же понимаешь, что чрезвычайная ситуация в нашей больнице, это победа Калугина. Ты должен ее вышвырнуть. Ну хочешь, я сама это сделаю. Хорошо, Оля, я понял. Все, иди. Здравствуйте. Светлана Викторовна, постойте. Тут бумага пришла. В ней сказано, что вы больше в больнице не работаете. Ну, это, наверное, ошибка какая-то. Такого не может быть? Да нет, никакой ошибки. Сам главврач позвонил, предупредил. Сказал, что бы вы не могли. Чтобы я вас не пускал. Отличный день начинается. А могу я поговорить с главврачом? Он уехал. Федор Николаевич, врать нехорошо. Я же вижу его машина там запаркована. О, Юрий Михайлович, а что происходит? Пойдемся, я вам все объясню. Пошли объясните, пожалуйста. Могу я узнать, что случилось? Больница больше не нуждается в ваших услугах. Почему? Мне показалось, что вы не справляетесь. Могу зайти, забрать свои вещи и попрощаться с персоналом? Конечно, пожалуйста. Привет, котенок. Смотри, что я тебе принесла. Интересно, да? Да. Не бойся, котенок. Я тебя не оставлю. Да, Катюша, я тебя не оставлю. Юрий Михайлович, знаете, а у вас не получится вот так легко взять и избавиться от меня? Я вам уже все сказал. Вы мне ничего не сказали. Почему вы резко изменили отношение ко мне? Хорошо, давайте поговорим. Вы знаете Игоря Калугина? Мы учились вместе. А поцелуи – это воспоминания о школьной дружбе, да? Поцелуи? А при чем здесь Калугин? А при том, что ваш Калугин уже много лет добивается закрытия моей больницы. Он хочет на этом месте построить элитное жилье. И вот вдруг, ни с того ни с сего, появляетесь вы, вешаете мне нашу лапшу про это волонтерство. Следом за вами появляются пожарные. И на следующий день в подвале случается пожар. Заводится административное дело, и больница находится на грани закрытия. То есть вы подумали, что я работаю на Калугина и совершила поджог? Слушайте, как вам не стыдно, а? Дети же могли погибнуть. Юрий Михайлович, я вам всего объяснить не могу. 17 лет назад у нас с Игорем был роман, но он меня предал. И между нами ничего не может быть. Значит так, я остаюсь в больнице, я нужна детям, и это не обсуждается. И мужчины меня не интересуют. Никакие. юрий Михайлович. Ну là нет. Юрий Михайлович у нас нас, все будет. У них не в порядке. День права. Эй, заснула что ли? Круто Привет Слушай, у меня полчаса Перед репетитором есть Может на колесо обозрения? Как хочешь Я просто денег заработала Думала себе что-нибудь из еды купить Нет, тогда не получится Просто идти надо Ладно, черт с ней Пойдем на колесо Тихо, тихо, ты что? Ты что? Разлучался? Сахар упал, наверное Со вчерашнего дня ничего не ела Так, сейчас, подожди, стой Укоротней У меня тут конфетка есть А вот, держи Скушай пока Пойдем, я тебя чем-нибудь накормлю Давай, собирай вещи Тебе ж на занятия надо Так, не спорь, поняла? Давай стул Все, пойдем Давай Тема, я сегодня поздно вернусь Срочный вызов Как урок прошел? Я не пошел Были причины Тема, ну мы же договаривались Пап, все, давай, ты все равно не поймешь Ну как, вкусно? Угу Ешь Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Смеклана! Простите, пожалуйста, я понимаю, что после сегодняшних разговоров вы можете послать меня, но у меня безвыходная ситуация. Мне нужно ехать за город, там мальчику плохо, машина не заводится. А скорая будет ехать туда три часа. Конечно, поехали. Спасибо. Ты почему не позвонила мне и не сказала, что тебе хуже? В пустяки я уже привыкла. Олечка, ты о себе думай. Тебе еще жить. Скоро я тебя заберу в город, в больницу, а один важный человек даст денег на операцию. Так что вместе будем жить. Ты лучше скажи, замуж-то когда? Так хочется увидеть тебя в платье. Обещай, что будешь меня слушаться. Не зря папа тебя называл, Наполеон, в юбке. Хорошая моя, ты обо мне не думай. Я свое пожила. Я тебя через два дня заберу. Сделаем операцию. Мы еще тебя замуж выдадим, сестренка. Игорь, мне нужно с тобой встретиться. Ну, приезжай ко мне в ресторан. Хорошо. Я буду через пятнадцать минут. Нельзя так. Что нельзя? Нельзя. Смотрю на тебя, еще аппетитнее стало, а? Ладно. Зачем я тебе понадобился? Мы же вроде в расчете. Игорь, я по твоей просьбе пошла на преступление, помнишь? Игорь, меня могли легко посадить за контрабанду наркотических препаратов. Ну не посадили же. Ну я же рисковала. Ради тебя. Теперь мне нужна помощь. Чем смогу? Мне нужны деньги. Большая сумма. По сестре на операцию. Если ей не помочь прямо сейчас, то… Вот счет из клиники. Ого, нехило. А что ж твой доктор, сестру любимой женщины, не может сдвоить по блату? Ну ты же знаешь, какой он честный? Ой, сама такого выбрала. Ладно. Валера! Перенеси. Смотри, Олечка, сумма немалая, поэтому от меня тоже будет одна просьба. Какая? Ты должна мне помочь. Закрыть больницу. Да смотри, тебе тоже выгодно. Твой гений уедет в большой город, ты за ним. Всем хорошо? Мне надо подумать. Ну смотри. Хорошо. Я согласна. Вот люблю. Люблю умных женщин. Держи. Здесь половина. Вторую половину получишь, когда я пойму, что твоя работа выполнена. Держи. Когда у него была остановка дыхания? Да во сне. Вздохнул и все. Я его тормошить вроде завелся. Дима, что ж ты маму пугаешь? Я не хотел. Как здорово, что вы приехали. Я вам как раз подарок из дерева вырезал. Да куда ты? Куда ты подорвался-то? Лежи, лежи. Потом покажешь. Художник. Сейчас. Хорош, мальчишка. Хорошо, что успели. Мой пациент, я его оперирую, когда ему было полгода. О, сын. У вас есть сын? Да, сын, 17 лет. Воспитываю один. А ваша жена, она умерла? Да нет, почему умерла? Сбежала. Но это давно было. Как это сбежала? Ну так, не выдержала. Да сын просто в детстве болел очень сильно. Вот. Она сначала в Москву уехала, якобы по работе. А потом прислала сообщение. Извини, я так больше не могу. Не проклинай. Но с тех пор я ее больше и не видел. А ты уезжаешь? Не знаю. Я сейчас вообще не могу думать о будущем. Живу одним днем. Не знаю, что будет завтра. Сегодня день сложных вопросов. Ты не первый, кто мне их задает. Павел тебе звонил, да? В Москву пришел? Звонил. Соблазнял карьерными перспективами. Это сложно решиться. Изменить свою жизнь навсегда. Да. С тобой такое бывало? А чего сложного? Берешь – меняешь. Берешь. Мы можем ехать или тебе нужно остаться? Скоро. Надо дождаться и поедем. Я буду ждать тебя в машине. Угу. Свет, а приходи сегодня ко мне вечером на ужин. Я тебя с сыном познакомлю. Ну, вообще, я неплохо готовлю салат «Цезарь». А Ольга не против будет? Ну, Ольги там не будет. Ольги вообще больше не будет в моей жизни. Быстро даю в отставку. А я смотрю, машина Света едет. А за рулем мужик какой-то. Присмотрелся. Доктор. Наш доктор Айболит. Игорь, что ты здесь делаешь? Свет, да соскучился просто. Ну что ж, поздравляю. Юрий Михайлович. Игорь, пожалуйста, уезжай. Совет вам да любовь. Антонина Васильевна? Да, это я. Здравствуйте. Мы с вами разговаривали по телефону по поводу вашего погибшего сына. Мишенька, да. Это врачи его убили. Они. А главврач сказал, слишком поздно привезли. И следователь убеждал, что никто не виноват. Поверьте, сейчас все будет по-другому. У нас есть рычаги давления на полицию и руководство города. Дело сдвинулось с мертвой точки. Только вам нужно нам помочь. Что я могу? Слушайте меня внимательно. Сейчас сюда приедет телевидение. Вы им расскажете все про сына. Только вы скажете им в точности то, что я вам скажу. Потом мы поедем в прокуратуру. Вы напишите заявление. И виновные будут наказаны. Я вам обещаю. Мы находимся во дворе жилого дома по улице Уральская. Еще три месяца назад маленький Миша играл на этой площадке со своей мамой и братом. Но больше мы не услышим его голоса. Миша Федоров умер в детской больнице, которую возглавляет Юрий Михайлович Корнеев. Именно его считает виновником в смерти своего сына Антонина Федорова. Скажите, что произошло в тот день? Значит, Мишенька, когда заболел, я думала простая простуда. Но через два дня он на головку стал жаловаться. Я врача вызвала. Тот пришел, посмотрел и скорую вызвал. Забрали Мишеньку. И вот их главврач там сам лично Мишеньку смотрел. Какие-то лекарства назначил, а они не действовали. Я говорю, ну как же так? Вы же врач. Будет слушать всякую дренку. Неужели снимут Юрия Михайловича? Нет, ну кто его снимет? Ну, кто его снимет? Ну, было же расследование. Показало, что невиновен он. Нет, ну, мать, понятно, успокоиться не может. Но снимать за это... Нет, нет. Видел репортаж? Да, посмотрел. Забористо. Чуть сам слезу не пустил. Тебе спит талант продюсера. Ну, я свое слово держу. Надеюсь, дело откроет. Не волнуйся. Если хочешь получить премию, то выпишу. Так, мне нужно, чтобы твой благоверный не просто уволился с волчьим билетом, но и сел. Подожди. У нас с тобой об этом речи не было. У меня, вообще-то, планы на него есть. Можешь с ним попрощаться. Он утром подвозил москвичку до дома. Где они были ночью? Чем занимались? Думаю, сама догадаешься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артем! У нас гости. Познакомься. Это Светлана. Здрасте. Светлана, это Артем, мой сын. Артем, какое красивое имя. Угу. Артем! А? Мы через пять минут будем ужинать все вместе. Ты руки мой и приходи. Окей. Таблетки принял? Слушай, пап, не начинай, а! Артема, ты будущий врач, ты должен понимать, насколько это важно. Артем болеет? Артем родился с врожденным по рукам в сердце. Очень серьезный случай. С таким диагнозом дети умирают, если операцию не сделать. Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка. В общем, я его сам оперировал. Двойное отхождение сосудов, ВПС. А часто такой диагноз встречается? В моей практике по один раз. Это, наверное, очень страшно, оперировать собственного ребенка. Как ты решился? Понимаешь? Дело в том, что я усыновил Артема через полгода после операции. Артем. Артем не твой сын? Ну, пока об этом он ничего не знает. Артем не твой сын. Артем не твой сын. Артем не твой сын. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вам Какая чудная работа Да, это Кира сама разукрасила Расписала Ну да, она художница Ребят, проходите через пять минут ужинать Хорошо Пойдем, Кира Комнату покажу Не хмурься И готов еще один прибор Какой прибор? Зачем? А, прибор Я старался Теперь я хоть Буду узнать, из-за кого он экзамен не сдаст Ну вот так я живу Артем, а когда Ты решил, что хочешь стать врачом? А, ну папа рассказывал, что я в три года пытался пришить плюшевой собаке свой помпон от шапки вместо хвоста Ну как-то так Ну кстати, фотографии сохранил Серьезно? Да Я бы с удовольствием посмотрела на твои детские фотографии Если ты конечно не против Да ладно, что любуйтесь Я там чистый херувин Да, папа Держи Это папа Сам приготовил Вот он Телка в детстве Очень вкусный салат А это Артему годик, да? А, да Это годик Здесь тоже годик Вот Это день рождения День рождения, да Какие чудесные фотографии, Артем Кира, а вы в каком классе учитесь? Я в колледже Специальность Исполнитель художественно-оформительских работ Это дизайнер интерьера? Нет Это маляр Вообще-то Кира очень классные комиксы рисует Очень улетные Кира, покажешь? Да Я бы с удовольствием посмотрела ваши рисунки, Кира Покажете? Пожалуйста Слушай, пап А? Можем поговорить? Ну, пошли поговорим Слушай, пап Слушай, пап Тут такое дело Может, Кира у нас одну ночь остаться? Он, разумеется, в гостиной А с какой стати? У нее там проблемы, да Отец запоет Всего лишь одну ночь попал Хорошо, пускай остается Спасибо Только тебе не кажется, что ты слишком погрузился в чужие проблемы, при этом забыл про свои У кого экзамен через месяц? Артем Твой отец прав Я того не стою Кира Валуся, я все разрулю Кира, подожди Стой, 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 стой Подождите Ребята, подождите Ну, куда вы теперь? Киря Киря, и мне он бы я не посмею Нет, мы это уже обсуждали А какой выход ты предлагаешь? Я тебя дома не оставлю Ребят, подождите, подождите, у меня есть идея Кира может ночевать у меня, пока у нее все с отцом не разрешится А, в смысле, а я? А ты возвращайся домой, к отцу Ну? Тем, возвращайся домой, все будет хорошо Пока Киру и твои подруги переночуют Хорошо Тема Что? А ты Извини меня Я не хотел Киру обидеть Но ты тоже пойми, я о тебе думаю, о будущем, о твоем Все нормально, пап Я не хотел Киру обидеть Я спать Вы, кстати, знаешь В этот раз ты, походу, сделал правильный выбор У меня про Светлану Ты смотришь на нее И улыбаешься Ладно, доброй ночи Запах как в детстве, когда мама белье крахмалила А вы давно с Артем дружите? Нет, не очень Мне кажется, он от тебя ни на минуту не отходит А он тебе нравится? Прости Это, конечно, не мое дело Да нет, все в порядке Просто я не знаю, как сказать Мне все время кажется, что это завтра закончится Что Артем такой умный, красивый, сильный Почему-то решил дружить со мной Значит, у тебя есть что-то, чего нет у других? Вы думаете, он может в меня влюбиться? Я же дурнушка А вот вы, вы очень красивая Я вам это как художник говорю У тебя сейчас очень сложный возраст Ты каждый день новая А через год себя вообще не узнаешь Знаешь, какая я была в том возрасте? А я была ужасная, толстая, неуклюжая, прыщавая Вы клевая А у вас дети есть? Нет Но вы еще родить можете А я вот не знаю Мне хочется родить и сделать ребенка несчастным Ты чувствуешь себя несчастной? Как сказать? Я стараюсь чаще вспоминать маму Отца, когда он еще не пил Ты знаешь, Кира, мне почему-то кажется, что у тебя будет совсем другая жизнь, чем у твоих родителей Все наладится А сейчас ложись спать, ты наверняка очень сильно устала Да я в порядке Хотите, я вам что-нибудь на память нарисую? Хочу Портрет Артема, сможешь? Закрыти на глазами Хм-хм-хм Хм-хм-хм Не знаю, она была Сносп Krisенов Хм-хм-хм Моя Хм-хм 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 Удивительно. Кира, это, это очень талантливо. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, да, войдите. Ван Лен Сергеевич. Здрасте. Рад видеть. Чем обязан? Садитесь. Здравствуйте, Ярий Михайлович. Благодарю. Есть тема для разговора. Да, слушаю вас. Юрий Михайлович, я к вам пришел, так как мы с вами, ну вроде, товарищи. Сына моего вылечили. Поэтому это частный разговор. А, так вы про пожар? Нет. Вчера в вечернем выпуске новостей прошел сюжет. Мать погибшего в больнице мальчика Миши Федорова публично обвинила вас в смерти сына. А, мы об этом. Вчера же от нее поступило заявление. Она обвиняет вас в халатности и в неисполнении ваших обязанностей. Да нет, я помню, конечно, этот случай. Мальчик поступил очень поздно, вирусный бенингит, но мы сделали все, что могли. Да-да-да, все верно. Но эта история получила большой резонанс. Я не могу это игнорировать. Следователь уже затребовал всю медицинскую документацию, историю болезни мальчика, заключение патологоанатома. Юрий Михайлович, вы там посмотрите у себя. Все ли в порядке? Да нет, нет, Владимир Сергеевич, я вот этим вот не занимаюсь. Подчищать хвосты, вот это все. Мне скрывать нечего. У меня все чисто. А вы же понимаете, что все это не просто так. И женщина эта вот именно сейчас появилась. Юрий Михайлович, буква закона есть буква закона. Посмотрите. Ну что, получается с посадкой твоего доктора? Слушайте, ваши мужские игры, они... Он попользовался тобой и бросил. На работу возьмешь? Оленька, как тебе по батюшке? Сергеевна. Ольга Сергеевна, такие кадры нам нужны. Не сажай Юру. Дура ты, Ольга Сергеевна. Сейчас я не могу ответить на ваш звонок. Перезвоните позднее или оставьте сообщение. Оля, не могу до тебя дозвониться. Срочно проверь карту Миши Федорова. Ее сейчас будут изымать. Тема! Да, Юр, привет. Свет, привет. Ты дома? Нет, я в больнице. Что-то случилось? Да, Артема не могу найти. Звоню, звоню, ему он трубку не берет. Я думал, он дома в наушниках сидит. А его дома нет. Ты не знаешь телефон, Кира? Нет, нет. А ты не знаешь, где она живет? Он не говорил? Да нет, не говорил. Тогда начнем поиски с восьмой пристани. Я уверена, что там про нее что-то знают. А что за пристани? Ну, это место, где обычно молодежь тусит. Возле старого моста. Я тебе скину геолокацию. Забываю им что-то сказать. Как же просто людей терять. Моя жизнь состоит из иллюзий. Передо мной часто закрывают жалюзии. Им так просто мне что-то сказать. Но они предпочтут меня потерять. Вот тут я обычно сижу. Моя мастерская. Дорожку тут рисовала. Мне что-то тебе показывала. Который с цветами, да? Да. Не помню, помню. Братан! Что надо? Девку, Вернину. Идите, куда шли, а? Так мы-то ее первые приглядели. Слышь, ну, бери руки. Папа, ты что здесь делаешь? Благодарность твоей, да? Я б сам справился. Да я видел, как ты справился. Ребята, идемте домой. Дом поговорим. Привет, Маркес. Нормально, все цел? Все окей. Вроде всех разместил. Весь вечер этого ждал. Я пойду. Куда? Я не могу сейчас тебе все объяснить. Мне нужно попыть одной. Давай. Юрий Михайлович, как вы можете прокомментировать ситуацию о смерти вашего пациента? Знаете что, прокуратуру пускай комментируют. Главврач оставил ситуацию без комментариев. Здравствуйте. Привет. Юля, а где Ольга? Как вы, разве не знаете, она уволилась? Как уволилась? У нее сестра серьезно заболела. Здрасьте. Здрасьте. О, Слава Игнатьич, какими судьбами? Здорово, было открыто. Слушай, я сейчас был у прокурора, он мне показал карту. Из нее следует, что мальчик поступил в одиннадцать утра. Да. А пункция спинного мозга для подтверждения диагноза ему была сделана в шесть вечера. То есть, время было упущено. Пункция ему была сделана через час после его прибытия. Да и то так, для формальности. Потому что клиническая картина болезни была налицо. Юра, я не сомневаюсь в твоей квалификации. Но если ты говоришь правду, значит в карте кто-то почистил. Я выискал свои сомнения прокурору и он обещал назначить экспертизу. Да, кто-то почистил. Юра, ну ладно, еще не с такого вылезали. В федеральном центре вообще главврачу по морде въехал. Уж не надо было, у меня сестер премию порвать. Да. Хорошо, хоть и сдалось устроить перевод вот это в больнице. Скажите, Юрий Михайлович у себя? Да, только что вернулся. Юр. Свет, Светлана Викторовна, у вас что-то важное? Юрий Михайлович, я хотела с вами поговорить, но я могу зайти позже. Познакомьтесь, это Савва Солнцев, мой товарищ. Долгие годы ангел-хранитель. А это Светлана, наш волонтер. Светлана, очень приятно. А мы с вами не знакомы. Вы у меня не рожали? Савва просто в прошлом врач-акушер, поэтому теперь в каждой женщине видит своего пациента. Савва, ну что ты человек засмущил? Ну-ка, Юра, рассказывай. Кто это Светлана и что между вами? У тебя же была вроде этого, Юля? Да Оля, Оля у меня была. Расстались мы с Олей. А Света, это... Даже не знаю, как тебе сказать. В общем, влюбился я, Сав, как мальчишка. Ах, Юрка, погубит тебя баба. Ну, я ее точно помню, она... она меня точно рожала. Сав, успокойся. Она вообще не рожала, нет у нее детей. Живет она в Москве. Сейчас вот только вернулась на родину. Куда я? Народом отсюда? Ну да. А когда уехала? В семнадцать лет назад. Ох, Юрка. Не подвела мне память. Это она Артема родила. Она его мать. Я ее очень хорошо запомнил. Я возле нее сутки сидел, роды были очень тяжелые. Она мать Тема. Это она сына своего искала, не твоя любовь. Это она. Юра. Юр, ты... ты меня слышишь? Юра. Юра. Свет, тебя главврач вызывает. Вызывает? Юра. Мне сказали, ты просил меня зайти. Почему не позвонил? Сядь. Скажи, ты приехала в город, чтобы найти своего сына? Да. А роман со мной – это способ быть ближе к Теме? Что? Нет. Я не знаю, кто раскрыл тебе сведения о моем сыне. Но твой поступок – это... Я понимаю, ты хотела увидеть своего ребенка. А при чем тут я? Зачем нужны были эти игры в любовь? Зачем? Юр. Юр, это все не так. Я не знала ничего о Теме. Правда. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты уехала. Сегодня же. Юр, так нельзя. Ты ничего обо мне не знаешь. Давай поговорим. Я ничего не хочу о тебе знать. Хорошо. Я уеду. Да я прошу тебя. Я тебя умоляю. Дай мне попрощаться с Темой. Он ничего не узнает, я клянусь тебе. Нет. Почему? Потому что семнадцать лет назад ты от него отказалась. Хорошо. Я уеду. Я уеду. Я уеду. Я уеду. Я уеду. Я ж тебя вот с малых лет знаю. И помог ты мне однажды. Ну, брось его тебя один. Ведь не чужие люди. И не женился, наверное, от того, что Светлану никак забыть не мог. Я же… Добрый день. Здрасте. Я же помню, какая между вами любовь была и чем она закончилась. Нам тогда по семнадцать лет было. Дети совсем. Да, и забеременела она тогда от тебя. Да. Малыш мертвый родился. Так и она так думала. Только выжил он. Сын ваш. Как выжил? И где он теперь? Так его Юрий Михайлович, главврач наш, усыновил и вырастил. Только он теперь не хочет, чтобы Светлана с вашим сыном виделась. А вот я считаю, что ребенок должен знать своих родителей и… Подожди, тетя. Я поеду? Спасибо. Спасибо. О, Света, заходи. А мои как раз ушли гулять. Чай попьем? Нет-нет, я ненадолго. Мне нужно срочно уехать. Вот эти документы передай, пожалуйста, Семену. Это дар с цены на эту квартиру оформлены на него. Нотариально заверено. И, пожалуйста, люби его. Юрий Михайлович, можно на минуту? Поговорить хотел. Не о чем нам разговаривать. Есть о чем. Например, о сыне. Ну? Судя по всему, человек-то действительно хороший. Давай разойдемся по-человечески, чтобы никто не пострадал. Мне устроят твой перевод. Хочешь в федеральный центр, а лучше в Москву. Помогу с жильем, и Артем в нормальный обуз поступит. Это ловко ты придумал. Больницу, знаешь, ты закроешь. На этом месте построишь свои дома. А ты знаешь, что до ближайшей больницы час езды? Ты подумал, какое количество детей может погибнуть за это время? Да не думай ты о чужих детях. Об Артеме. Подумай об его будущем. Я об Артеме семнадцать лет думаю. Юрий Михайлович! Что еще? Последний вопрос. Артем на меня похож? Ничего общего. Тюма. А? Да, пап. Что? Мне надо с тобой серьезно поговорить. Ой, слушай, пап, до завтра разговор не подождет. Решаю. Да нет, боюсь завтра будет поздно. Пускай лучше ты это от меня узнаешь, чем от других людей. Ты чего женишься? Тём. Помнишь, ты меня всегда раньше спрашивал, где твои фотографии до полугода? А я тебе рассказывал про твою болезнь, про реанимацию и, в общем, отмазывался. Ты маленький просто был, и я ждал, когда ты вырастешь, и, в общем, я попытаюсь тебе всё это объяснить, чтобы ты понял, почему я так поступил. Пап, ты хочешь рассказать, что ты не мой родной отец? Я это знаю. Давно? Года три уже. А кто тебе рассказал? К тебе тогда однокурсник из Тюмени приезжал. А вы так нормально выпили, и ты ему всё рассказал. И об операции, и о том, как ты меня усыновил, и как она ушла, жена твоя. Я просто нечаянно услышал, он мимо проходил, и громко говорили. Да, Тём. Я и не заметил, как ты вырос. Да ладно, пап, забей. Мы ведь семья, остальные идут лёсом. Тём. Да. А ты никогда не хотел узнать, кто твои настоящие родители? Ну, я иногда думаю о маме. Ну, той, которая меня родила. Мне бы хотелось знать, что она хотя бы иногда вспоминает обо мне. Что, если я тебе скажу, что вы знакомы? В смысле? Это Светлана. Да. 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 Спасибо, что согласились на встречу. Очень вкусно просто. Благодарю, стараемся. Мне сказали, что вы можете помочь в решении одного вопроса. Вы в детской больнице? Я слышал, дочь замуж вы даёте. Наверное, большие расходы. Зачем вы меня позвали? Давайте так. Вы же врач. Из-за трудностей по бизнесу у меня развились головные боли, мигрени. Может быть, выпишите какое-то лекарство? Один миллилитр. Обезболивающего. Европейского производителя. Серьёзная доза? Я так понимаю, у вас и боль не слабая. Ты знал? Нет. Савва мне сегодня рассказал. Он принимал роды и узнал Светлану. Она меня искала. Она бросила тебя 17 лет назад. Вместо того, чтобы спасать, испугалась и убежала. Она меня искала. Да. Какая сатурация? Хорошо, понял. Выезжаю. Мне надо в больницу срочно. Там девочке плохо. Да, конечно, пап. Уезжай, всё нормально. Уезжаешь, что ли? Куда так срочно? Надо, Тюльзина. Возникли обстоятельства. Эх, задержалась бы ты хоть на пару деньков. Девчоночка-то твоя, Катюшка, совсем плоха. Как плоха? Ой, не знаю, что приключилось. Но давление низкое, задыхается и бледное-бледное. Слышу хрипы. Так, взять мазок. Поставить антибиотики. Опустили болезнь. Ну, а температуры не было? Возможно, пневмония. Юрий Михайлович, пустите меня к девочке. Нет, вы здесь больше не работаете. Юрий Михайлович, прошу вас, пожалуйста. Я не прощу себя, если с ней что-то случится. Я ей выхожу, обещаю. Полная санобработка. Из палаты не выходить, пока мы не установим возбудитель. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, в какую больницу? Да. Пап! Ты что здесь делаешь? Как там девочка? Девочка лучше. Что случилось-то? Я... Хочу увидеть Светлану. Артем, я поговорил со Светланой. Она уезжает и никогда нас больше не побеспокоит. Ты снова за меня все решил, да? Артем, а ты готов простить женщину, которая бросила тебя младенцем умирать? Папа! Ты понимаешь, что ей было всего семнадцать, как и мне сейчас? Она могла просто испугаться, но раз она меня искала, пап, ну она думала обо мне. Тема, мы закрыли тему. Это жестоко. Папа! Ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка, ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка. Чего-чего-чего? Таблетки принимал сегодня? Пап, я хочу ее увидеть. Сейчас я сделаю тебе укол, зову ее в кабинет. Пошли. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Девушка, девушка, к вам привезли сейчас Ирину Рогову. Мне не сказали о ее состоянии. Ирина Рогова. Рогова? Рогова. Пятнадцать минут назад умерла. Что? Как умерла? Подождите, подождите. Скоро ехал на вызов в полтора часа. Калугин со своей стройкой старый дорогу перекрыл. Теперь приходится машинам объезжать. У нас на неделю уже три человек умирают. Не успевают довозить. Мне очень жаль. Правда. Мне нужно бежать. Калугин. Птичек. Светлана. Вирус не выявлен. Понима коковой инфекции. Прожжение верхних дыхательных путей. А еще. Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Там вас ждет Артем. Он все знает, я ему рассказал. Но имейте в виду, ему нельзя волноваться. Калугин. Уверено. Уверенное. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Вот как бывает, оказывается. Артём, я хочу, чтобы ты знал, я помнила тебе каждый день все эти семнадцать лет. Прости меня. Да ладно, бывает. Вам же было всего семнадцать. Кто бы не испугался? Ты бы не испугался? Ты слишком похож на своего отца. Папа сказал, что вы уезжаете. Я пообещала ему. Не уезжайте. Он очень любит вас и... Просто он очень резкий, и ему нужно время. Нет. Боюсь, что кроме ненависти в моем сердце уже ничего не осталось. Можно я буду тебе писать и приезжать? Да, конечно. Я рад. Что ты моя мама? Может, я тебя обниму? Простите, но сегодня неприемный день. Я по важному вопросу. Мне нужно написать заявление на Калугина. На Калугина? Ну, это интересно. Я вас слушаю. Меня зовут Ольга Рогова. Я работала в детской больнице, в хостчасти. Калугин заплатил мне, чтобы я помогла ему убрать с поста главврача Юрия. Я вспомнила случай с умершим мальчиком и подделала запись в его истории болезни. Сколько же вам заплатили? Калугин виновен в смерти моей сестры. Да. Это, конечно, очень романтично. Но это не доказательство. То есть как? У нас бы полстраны сидело по голословным обвинениям. Вот если бы вы написали заявление, что вы подделали медицинские документы, то это было бы квалифицировано как преступление. И, конечно, я бы тогда посадил. Но только вас. Ну что, будем писать? Приветствую. Один миллилитр европейского производства. Отлично. Я обещаю вам перестать поддерживать больницу, всячески лоббировать ее закрытие в связи с ее аварийным состоянием и гарантирую, что через два месяца участок будет в вашем полном распоряжении. Все так? Об этом я и мечтать не мог. Мечты сбываются. Не с места! Гражданин Калугин, вы арестованы за дачу взятки должностному лицу. Ну, все кинется. Ты что, меня подставить решил? Ну, вы к нам с любовью, мы, как говорится, со всей нежностью. Уводите. Гражданин Калугин. Кир, алло. Мозадки собрала. Кир, что случилось? Алло. Кир, что случилось? Он опять набился, кричал про бесов, выбросил все мои вещи. Ну, все. Нет, 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 стой, стой, стой. Он болен. Собирай вещи тогда, давай. У тебя документы с собой? Да, а что? Здесь ты жить больше не будешь. А где? Сначала у меня, потом решим. Собирай дело. Стой. Что? Да, удочерение. Это, конечно, серьезный шаг. Ну, смотри, тебе будет трудно. Мне будет легко. Легче, чем все эти годы. А как же работа, карьера? Ну, на первое время есть сбережения. А там, постараюсь выйти работать удаленно. Понятно. Значит, ты теперь мама. Почти. Ну, а как же Юрий? Юрий, видно, не судьба. Понятно. Значит, в Москве встречаю вас с Катюшкой. Ты, кстати, документы об опеке получила? Получила. А, как там Мила? О, уволили. Представляешь, запорола проект. Гендиректор отправил ее в свободное плавание. Без тебя она ноль. Ну? Химия, стопал. Молодец. Поздравляю. С меня подарок. Что, телефон, компьютер? Нет, пап. Давай ты лучше с мамой поговоришь. Тема, не вмешивайся, пожалуйста, не в свое дело. Она завтра с девочкой выписывается. Тема, закрыли тему. Окей. Она вообще тебя любит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА